У нас есть Международный валютный фонд, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, который в свою очередь под условия выделения очередного транша ставит условия вот это будьте добры, вот это закажу и вот это еще хочу. Не является ли это вот таким легальным, публичным инструментом внешнего управления? Является. Значит, первое, Международный валютный фонд это не государство Соединенные Штаты Америки. Так же, как, например, Сорос, который имеет влияние на Украину, это не США. Раз. Второе, огромная ошибка Украины в том, что она берет кредиты МВФ. Огромная ошибка. О чем говорят и некоторые политики украинские, и, в частности, очень влиятельный и уважаемый в мире, и мной очень уважаемый Андрей Иларионов, который пять с половиной лет был советником президента Путина по экономике и был полномочным представителем России в большой восьмерке, ввел Россию в большую восьмерку, который из-за разногласий с Путиным и с правящей верхушкой ушел со своего поста, уехал. Он в Соединенных Штатах Америки работает в институте Катона. Андрей Иларионов мне сказал, что убедил Путина прекратить в свое время сотрудничество с МВФ. Россия отдала все долги, отдала все долги. И Иларионов считает, что Украина не должна сотрудничать с МВФ, потому что скоро накопится в следующем году, а именно накопится критическая масса долга, который нужно отдавать, а отдавать нечем. И эта политика набирания кредитов, траншей, она обречена на провал. У нас очень много денег воруется. Если бы эти деньги не воровали, они шли в бюджет, нам не нужны никакие транши, мы сами одалживать можем. Вот беда, когда политики-временщики думают только о своей сиюсекундной выгоде.